Утро от первого, мы на месте. Тринанс за руководством, вручили рвет у сквола поезда. Узов принят, уезжаем. Сотрудники областного управления по борьбе с наркобизнесом совместно с полицейским городского и абайского отдела внутренних дел задержали крупную партию героинов. Это в этом пакете? Да. Понятые, наблюдаем. Обратите внимание. Полиэтиленовый сверток. Полиэтиленовый сверток. Опа. Снаружи обмотаны скотчем. Так, мы видим. Вот. Вещество серого цвета. Вещество серого цвета, гранулированное. Внешне похоже на наркотическое средство. Он сказал, что снова был стоящий в середине департамента. Есть серый бизнес. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан житель Шимкента, 1965 года рождения. При обыске в его квартире был обнаружен порошок, похожий на наркотическое вещество героин. Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы, им оказался героин весом более одного килограмма. Сейчас задержанный заключен в изоляторе временного содержания. К поиску наркотиков в ходе задержания были задействованы кинологи, которые при помощи собак обследовали квартиру подозреваемого. Сейчас по факту незаконного хранения сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Это первый факт задержания с начала года такой крупной партии наркотиков на территории Казахстана. Сотрудники Тюлькубасской противопожарной охраны спасли томувшего человека. В час 30 ночи к дежурному Тюлькубасскому РОВД и к пожарным поступило сообщение о том, что в реку Арыс упал человек. Первыми на место вызова прибыли сотрудники Тюлькубасской службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. В течение нескольких минут они отыскали в воде мужчину, уже терявшего силы, и вытащили на берег. Оказав первую помощь, они передали пострадавшего врачам. И сейчас его жизнь вне опасности. Очередной пожар торговой точки зарегистрирован в Шимкенте. В этот раз огонь разгорелся в одном из коммерческих бутиков площадью 20 квадратных метров на улице Адербекова. Сообщение об этом поступило около 8 часов утра. К прибытию пожарных пламенем был охвачен потолок и пластиковые окна помещения. На тушение огня были задействованы 10 единиц техники и 42 человека личного состава. К 8.30 пожарные локализовали огонь, а еще спустя полчаса полностью его ликвидировали. В этом происшествии никто не пострадал. Причины возникновения огня сейчас выясняют дознаватели управления ПЧС города Шимкента.